Ну что, сегодня очень краткое видео на тему сложности и надежности оружия, в данном случае короткоствола. Револьверы на столе, три варианта. И у меня еще на столе есть парочка пистолетов, которые вы пока не видите. В качестве чисто примера. Как вы знаете, любое оружие подвержено многим вещам. То есть сложности в конструкции, надежность. С этим очень часто связаны предохранители, их присутствие или отсутствие. Да, даже в револьверах есть предохранители. О них через секунду. Ну и также очень важно то, что касается надежности в использовании или применении. У револьверов, как вы знаете, есть свои преимущества, есть свои отрицательные стороны. И револьверы тоже бывают разные. Ну, к примеру, на револьверах в большинстве, за исключением исключительно редких моделей, нету предохранителей. Ну, нету их здесь просто. И они очень часто сделаны из большого массивного куска металла. Также револьверы позволяют производить выстрел за выстрелом за выстрелом. И даже если попасть на пустую камеру, то можно нажать им на спуск на самовзводном револьвере. Типа этого перейти на следующую камеру. Даже если, предположим, там не выстрелил, просто перешел на следующий. То есть это добавляет определенные возможности. Револьверы со спрятанным курком, у меня таких во владении на данный момент нету, могут использоваться для стрельбы из сумок, из карманов и так далее, для самообороны. Очень полезно. Плюс они практически всегда заряжены, если в барабане, в камерах есть патроны. В отличие от пистолетов, в которые патронник должен попасть. Патрон сначала. То есть сначала надо его зарядить. Но при этом у револьверов, хоть они и теоретически считаются более надежными, чем пистолеты, это скорее миф. Они настолько же надежные, как современные пистолеты. Потому что соединенные пистолеты очень надежные. Здесь есть определенные минусы. То есть, например, при использовании падение на курок теоретически может его повредить. Как, в принципе, и на курковом пистолете. Патение на курок, особенно заведенный, если он заведенный, к примеру, может там чего-нибудь повредить. В зависимости от того, конечно, какое падение. И да, все оружие было проверено. Ничего здесь заряженного нет. Ну, реально говоря, револьвер все-таки ближе к современным страйкерам. Видите, ничего здесь нету тоже. Ничего заряженного. То есть, никаких предохранителей, кроме того, что на спусковом крючке. Кажется, да? Тут еще несколько внутри предохранителя есть. Как, в принципе, и на револьверах, современных особенно. Видите, например, курка здесь нету. На курке ударника нету. Ударник внутри. И пока не нажать на спуск, то курок по ударнику не ударит. В отличие от более старых пистолетов, видите, вот здесь вот этот ударник. И он, кстати, может сломаться, отлететь. Видите, как он тут бегает? Так что даже, может быть, имеет смысл за ним поухаживать более серьезно. Револьвер может упасть на какой-нибудь из деталей. Например, если чуть-чуть выбит барабан, то есть, если револьвер сильно упадет на барабан, и вот это выбится, то этот револьвер можно просто списывать в мусор. Потому что отремонтировать его будет очень и очень сложно. Теоретически. Практически. Можно вынуть вот это, потом вынуть барабан и заменить. Но это не настолько же просто, если упадет обычный пистолет. Тут как бы вот таких выступающих деталей нет. И это, кстати, один из минусов револьверов. За счет того, что есть вот этот барабан, револьверы чаще всего могут оказаться толще в этом месте своей конструкции. В отличие от полуавтоматического пистолета. Он как бы... Самый толстый в рукоятке в основном. А иногда даже меньше. В револьверах также обычно за счет этого барабана меньшая емкость патронов. Ну и есть еще раз. Вот, например, револьвер типа сингл-акшалонный. Видите, вот здесь тоже на курке ничего такого нету. И здесь стоит перехранитель, который не позволит просто так упавшему курку попасть по... Видите, он там в столе, этот пластинка, попасть по капсулю. Но по капсуле вообще не может попасть. Он может попасть только по бойку, который там внутри. Который закрыт системой предохранительной. Внутреннего. Как, в принципе, и здесь тоже. Но только на этом револьвере, к примеру, его нету. Потому что он более старый. На этом вообще ничего нету. На пистолетах обычно предохранители побольше. На Глоке их три штуки. Как минимум, это считая того, что на спусковом крючке. И пистолеты, и револьверы, они по сложности тоже вполне сравнимы. Хотя, вроде кажется, что револьвер попроще. Но внутри здесь достаточно много механизмов. Их меньше по одной простой причине. Вот если подумать. Смотрите, вот здесь есть механизмы. Но очень много чего связано с отдачей. Потому что все-таки есть дополнительный движущийся элемент. Затвор. Есть управлением стволом. То есть, контроль отдачи. Реально говоря, револьвер регулирует отдачу за счет компенсатора. Вот типа того, что у меня на этом револьвере, вот видите, вырез в стволе. И веса. Своего веса. В пистолете всякие пружины. Механизм возвращения затвора. Механизм выбрасывания гильзы. Механизм подачи патрона. Револьвер с этой точки зрения проще. Хотя, вот если посмотреть, насколько я плохо собираю обратно глох, может показаться, что глох сложнее. Но это чисто я. С другой стороны, еще раз, пистолеты просто более современные. И, реально говоря, по надежности мало чем отличаются все равно от револьверов. Просто потому, что все эти системы гораздо больше используются и гораздо больше проверяются. За счет того, что их просто больше сейчас на руках. Миллионы их. Миллионы пистолетов на руках с начала 20 века. Поэтому нельзя сказать, что из них надежнее, что из них нет. Реально говоря, за те же деньги, если взять какую-то определенную сумму, и револьвер, и пистолет будут примерно сравнимо надежны. Они будут вполне сравнимы. То есть, ну, вот, к примеру, за полторы тысячи долларов вы можете взять весьма и весьма хороший пистолет. Даже не обязательно, потому что это уже как бы, это немного элитный револьвер. Performance Center. Это не элитная фирма, это хорошая фирма. Но револьвер из улучшенной серии. Вот сравнимый к нему пистолет у меня, наверное, только один или два максимум. По цене, по крайней мере. По надежности сложно сказать. То есть, реально говоря, если вы берете револьвер, к примеру, по стоимости Глока. Ну, вот Глок. 550 долларов, примерно. Примерно. Если Глок 17. Вот 600 долларовый револьвер. Да, у них, конечно, разный функционал. Они внешне, мягко говоря, разные. Но по надежности вполне сравнимы. Или вот этот же пистолет тоже те же самые 500 с чем-то долларов. Мой первый ЧЗ. Никаких проблем. Да, может быть, определенные вещи сложнее. Но, например, разбирать их проще. И вот это вот начало темы. Я хочу взглянуть на несколько пистолетов и револьверов в виртуальной программе и посмотрим, насколько сложная у них там конструкция. К примеру, если там в программе у меня будет наган, то я его попробую. И ТТ, который у меня есть, разбирать вживую, честно говоря, не люблю ни тот, ни другой. Посмотрим, что я найду у себя в программе из револьвера пистолетов, который можно разобрать и сравнить. Вот такое краткое видео. То есть, с моей точки зрения нельзя говорить, что одно из них надежнее, а другое нет. Они сравнимы весьма. И если это что-то хотя бы более-менее современное, то оно будет и надежно, и безопасно, и, как у нас товарищ Саулюс на канале сделала, говорит, дорога Вастенька. На этом спасибо. До следующего видео и посмотрим, о чем буду снимать в следующий раз. Ну что ж, уважаемые зрители, револьверы. Сегодня у нас револьверы. А что мы с ним будем делать? А кто его знает? Ну, для начала мы посмотрим на детали револьвера. Это как раз такой же револьвер, как у меня. И хочу посмотреть на то, что творится внутри. Ну, для начала давайте уберем щечки рукоятки. Видите механизм внутри? Вот что-то тут такое есть. Давайте уберем щечки здесь, рамки. Смотрите, чего здесь есть. Какой-то довольно-таки сложный механизм. Так что, если посмотреть, вот механизм револьвера. И он не настолько простой, как кажется. Причем, это револьвер не самовзводный. То есть, самовзвода в этом нет. Это ругер Нью-Вагера. Это практически то же самое, что у меня есть. Черный на столе длинный. Вот он, видите? Давайте посмотрим, как это работает. для начала включим замедление и включим соответственно функционал. Вот сначала отводится затвор. Поворот не имеет смысл. Отводится затвор. Ну да. Ну и где вы нашли затвор, уважаемые? Отводится курок. и с отводом курка проворачивается барабан. Видите? Здесь еще его и контролирует механизм. На курке нету ударника. Вот ударник здесь за вот этим предохранителем. это более новый вариант револьвера, конечно. На старых револьверах здесь был бы ударник, а здесь ничего не было бы. Курок встал. Теперь нажимаем на спуск. Видите, курок стоит, спусковой крючок готов. вот пошла боевая пружина, ударяет по этой пластине, которая потом ударяет по ударнику, который в свою очередь ударяет по капсулю в патроне. Видите, снялась. И вот теперь придерживается. Вот эта пружина, пластинка придерживает от удара. Теоретически. Следующий отвод курка подготавливает следующую камеру и следующий патрон для выстрела. И выстрел. тут, судя по всему, тоже подпружиненная деталька. Мы на нее можем посмотреть. Вот она, видите, вот тот самый ударник. Отводим еще раз. я хочу вам показать, как это выглядит с двух сторон, разных сторон. И выстрел. подпружиненный ударник. Вот так выглядит механизм в простом револьвере. Не самовзводном. Теперь давайте посмотрим на самовзводный револьвер. Ну что, узнаете? Именно то, что лежало у меня на столе. Наган продает здесь 1905, а у меня 1937. Тоже самовзводный и одновременно взводимый револьвер. Как говорится, чем бы дитя не плакало, но наган все-таки историческая вещь. бельгийский револьвер на вооружении российской армии. Потом советская армия тоже. Ну, как он работает, все уже знают, поэтому давайте уберем лишние детальки и посмотрим, что творится внутри данного револьвера. Вот конструкция револьвера наган. револьвера. как он выглядит изнутри. Я еще пытаюсь научиться пользоваться этой программой, честно скажу. Но в принципе вот как оно выглядит. Теперь давайте включим замедление и посмотрим, как это работает. как вы знаете, там уже есть боек. То есть это самовзводный револьвер старого типа. И вот так происходит у него выстрел. Если смотреть на внутренности. давайте теперь посмотрим, что творится вот здесь внутри. И реально говоря, ничего здесь не творится. Здесь чисто прямой удар ударника на курке. То есть если взять молоток, это ударник. И прямо по капсулю. давайте посмотрим, как это выглядит еще раз. И как видите, это даже показывает отстреленную камеру. А интересно, вот эта деталь для того, чтобы остановить курок не пошел слишком глубоко. Вполне возможно. Я не знаю. Ну вот, соответственно, вариант такого выстрела самовзводного. Конечно, наган можно взвести. И это получается уже более легкий выстрел. Но вы это все уже знаете. Я просто хотел это показать. И видите, наезжает барабан на ствол. Вот как раз вот здесь если посмотреть, дистанция между патроном и стволом практически отсутствует. Поэтому здесь нету выхлопа газа, как и во многих револьверах. так что вот вариант следующего уровня. Скажем так, самовзводный и не самовзводный или одинарного и двойного действия револьвер начала, скажем так, 19 века. Предыдущее то, что показал, это не самовзводный револьвер, но более новый по сравнению с более старыми, которых мне просто нету, чтобы показать вживую. У меня нету револьвера, который был бы не самовзводный еще старше, чем наган, предположим. Так что теперь следующий револьвер, последний. Так мы посмотрели на внутренности этого нагана. Он сравнительно простенький. Сравнительно. То есть если еще раз посмотреть на него, вот видите, показано, как вот срез этого револьвера выглядит. По-английски это называется cutaway, что является очень интересной опцией в этой программе. Так что давайте переходим к следующему револьверу. Ну что же, давайте посмотрим на следующую вещь. Револьвер мы посмотрели, но на старе у нас было еще два пистолета. курковый Чезат и что-то еще. По-моему Глок. Хе-хе. Ну вот один из вариантов посмотреть на внутренности пистолета Чезат 75. Давайте включим. Здесь у нас задержкой. Как это работает? В варианте рентген в этой программе тоже неплохой вариант. Не идеальный, но довольно-таки интересный. Сколько здесь разных деталей. И если серьезно говорить, механизм сравнительно не сложный. То есть вполне можно сравнивать курковый пистолет с револьвером по сложности конструкции. Давайте выключим рентген. Вот этот пистолет у нас. У меня почти такой же. И давайте уберем некоторые детали, чтобы можно было видеть внутри. Прямо как мы делали с револьверами. Поехали. Посмотрим чего будет. То есть вот этот механизм механизма. револьвер в револьверах нет возвратной пружины и направляющего и ствол там неподвижный. Соответственно вот это большая разница. Ну а так магазин вместо барабана. И практически вся разница между ними. в револьвере. есть дополнительные функциональности которых нет в револьвере. Например затворная задержка. В револьвере она просто в принципе отсутствует по причине бесполезности. Там нету затвора. Видите есть еще и предохранитель. который чего-то где-то делает. То есть реально говоря вот затворная задержка вот предохранитель. В некоторых случаях еще и декокер если есть опция сработать его вниз то сейчас просто невозможно выстроить. видите вот эта вот вещь мешает. И выстрел последний раз. Вот таким образом устроен предохранитель на ЧЗ-75. Вот соответственно такой вот механизм в этом пистолете. Ничего особенно сложного нету. Многие считают что ЧЗ-75 это продолжение конструкции Браунингла High Power. Я не знаю может быть имеет смысл это рассмотреть более детально как раз в виртуале. Ну вот так вот теперь перейдем к страйкерам то есть ударникового типа пистолета без куркового. Ну что ж переходим к страйкерам и у нас в программе есть только ГЛОК-19 как ни странно. Ну разницы особенно большой нету. Если серьезно говорить вот этот ГЛОК австрийский. Кстати для тех кто не знает ГЛОК-19 еще делали в США. ГЛОК-17 ГЛОК-19 и ГЛОК-43 и ГЛОК-42 делают в США до сих пор. Ну давайте посмотрим как это работает. Теоретически я заметил все по максимуму. как вы знаете здесь одновременно при нажатии происходит и взвод и выстрел. Ну не одновременно по очереди конечно но одно нажатие на спусковой крючок взводит соответственно затвор или курок если так можно назвать которого здесь нет взводит ударник. то есть вот эти вот механизмы давайте посмотрим его также в варианте соответственно снятых деталей. Убираем затвор убираем рамку убираем сам магазин чтобы не мешали. Вот видите вот УСМ ГЛОК-овский который в принципе одна из самых важных деталей пистолета с одной стороны ну и одна из самых корявых в стандартном ГЛОКе до пятого поколения. давайте убираем еще деталь вот эту вот так будет еще лучше видно как мы видим при нажатии на спуск с предохранителем потому что на ГЛОКе вот этот предохранитель курковый такой происходит одновременно извод и снятие спуска то есть отпускает сам ударник смотрим как это происходит с этой стороны вот он вот это наш ударник напружиненный конечно и здесь что интересно здесь можно на каждую деталь навести курсор и показать что здесь что видите вот это сам баек вот он вот здесь вот он начинается вот разные пружины как видите здесь пружин немало сравнительно но и настолько много но все равно заметно что для использования страйкерный или ударниковый пистолет проще но конструкция посложнее чем у Кукуркова немного не сказать что она упрощенная она переработанная и вот это то что реально говоря развилась от компании ГЛОК и пошло в другие компании дальше для того чтобы чистить пистолет вот эту вещь надо вынимать и проверять что вот здесь происходит там где баек потому что туда тоже можно попадать грязь но делать это особенно сильно не надо потому что можно еще и наоборот туда грязи нагнать давайте посмотрим с этой стороны вот отсюда ну вот вот такой вот краткий виртуальный опус по сложности револьверов и пистолетов надеюсь это помогло некоторым либо подтвердить свое мнение либо изменить либо просто подумать на эту тему спасибо за внимание до следующего видео до следующего до следующего Продолжение следует...